Доставка без уведомления. Три месяца житель Волжского района Саратова не может забрать со склада заказанный и оплаченный товар – детскую кроватку. Транспортная компания обвиняет заказчика в том, что он недоступен для связи и даже применила штрафные санкции. Со своей стороны заказчик каждый день звонит на склад и выслушивает странные претензии. Абсурдная ситуация в век высоких технологий. В очередном сюжете рубрики «Контроль качества». У сестер Цветковых нескончаемый период приятных хлопот. Сначала родилась дочка старшей сестры Ларисы, теперь ждут первенца Веры. Все приданное для новорожденного уже приготовлено, а вот с кроваткой неувязочка вышла. Сначала Цветковы радовались, что удалось найти точно такую же, как у маленькой Алины – большую, на вырос практичную и красивую. С бабочками, как раз для девочки. Очень удобная кроватка с силиконовыми покрытиями, чтобы ребенку было удобно. Если она уже подрастет, грызть. Рожать Вере в конце марта. И она волнуется, что ребенок останется без спального места. Цветковы возмущены, ведь кроватку они купили еще в декабре прошлого года. Интернет-магазин у вашей ляли перевели 15 тысяч. Доставить груз из Москвы саратовскому заказчику на дом взялась транспортная компания «Деловые линии». Мне сказали, что якобы нам кроватку уже привозили и до нас не смогли дозвониться. Только лишь в конце января выяснилось, что деловые линии, операторы деловых линий не сверили номер телефона, тот, который указывали отправители. И просто это, я считаю, это немножко здесь халатность операционистов. Получателем кроватки в документе указан муж Ларисы. А вот телефон для связи она оставила свой. Почему деловые линии названивали на несуществующий телефон мужчины и откуда его взяли, неизвестно. Но за три месяца Цветковы десятки раз связывались с доставкой и оставляли правильный контакт. Кроватки до сих пор нет. А недавно пришло письмо, в котором директор деловых линий сообщает, что товар покупателю не выдадут, пока он не заплатит штраф за хранение. 6 тысяч 48 рублей. Я не собираюсь платить 6 тысяч, потому что, я считаю, это искусственное затягивание ситуации со стороны деловых линий с целью, скажем так, навязывания так называемых дополнительных услуг. В данном случае транспортная компания, если она хочет брать плату за хранение, должна была уведомить их письменно о необходимости забрать груз, дать им разумный срок для того, чтобы они могли его получить. И только после этого, при отсутствии получения, поместить эту кроватку на ответственное хранение, за которое взимается плата. Вместе с заказчиком и юристом мы приехали на склады транспортной компании «Деловые линии». Это район ВСО в Ленинском районе Саратова. Нас сразу обступили охранники, всячески препятствуя съемке. Вы камеру ломаете мне, камеру не трогайте. Вы сломали мне камеру. Не надо руками размахивать. Я сейчас вызову полицию, вы препятствуете исполнение профессиональной деятельности журналистов. Директор по региональному развитию деловых линий Николай Логинов комментировать ситуацию отказался. Хотя без камеры заявил, что компания ни в чем не виновата. И о начале штрафных санкций предупреждала. Но не покупателя, а отправителя магазин. Вот только на конкретные вопросы директор отвечает расплывчато. Вы предупредили конечного отправителя, что груз не получен? Если груз у нас возвращается и не выдается, мы не сразу же, мы не звоним в тот же день. Ну а через какое время? Есть определенные процедуры. Настаивают на своей правоте, но учитывая нашу такую вот бытовую проблему, как бы обещают решить это положительно. Ну, поверим, наверное, последний раз. Ну, хотя, конечно, надоел уже ездить. Если кроватку не отдадут без штрафа, цветкову подадут в суд. Юристы говорят, покупатель в этой ситуации точно не виноват. А значит, дело выигрышное. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Финал этой истории уже известен. На следующий день после визита нашей съемочной группы на склад деловых линий оттуда позвонили Ларисе Цветковой и предложили забрать кроватку без штрафных санкций. Великодушие объяснили тем, что вошли в положение беременной женщины. Покупатели уже привезли кроватку домой. Редактор субтитров А.Семкин